Вы когда-нибудь задумывались, насколько большой ад в Майнкрафте? Есть ли у него границы? Что же на самом деле таит Нижний мир? Это довольно частые вопросы в комментариях. Я, конечно же, постараюсь дать ответы на них в этом видео. Ни для кого не секрет, что Нижнего мира изначально не было в Майнкрафте. Ночь всячески пытался избежать религиозных отсылок и сделать этот мир своим, особенным. В итоге, по выходу обновления он был назван The Nether, то есть Нижний мир. Заинтриговал? Тогда смотри дальше и ты узнаешь количество всех блоков в Нижнем мире. А пока что... Хей! Ты всегда хотел получить лицензию Майнкрафта? Ну вы, у тебя не хватало денег. Это не проблема, ведь есть мой магазин аккаунтов nerkinshops.ru. Здесь вы найдете три типа Майнкрафта. Это стандартный, премиум и с полным доступом. Сейчас действуют скидки. После покупки ты сможешь играть на своих любимых лицензированных серверах. Также у нас есть множество способов оплаты. В общем, ссылочку найдете в описании. И не отказывай себе в удовольствии, ведь можно получить так много, отдав так мало. Давайте начнем с сухой математики и узнаем, сколько блоков существует в Нижнем мире. Если взять все общее количество блоков, то 60% занимает один лишь воздух. Давайте на минуточку представим, что у нас есть возможность добыть блок воздуха. Если это так, то все выкопанные блоки поместились бы в 155 триллионов двойных сундуков. Второе место занимает блок адского камня в количестве 37% от общей суммы. Если у вас хватит сил и вы сможете его добыть, то свой трофей сможете поместить в 92 триллиона двойных сундуков. Остальные 3% занимают другие блоки, которые находятся в Нижнем мире. Сейчас расскажу поподробнее. 1% всех блоков занимает так званый песок душ в количестве 2,5 триллионов блоков. Еще 1% занимает кварцевая руда Нижнего мира, в том же самом количестве. Дальше у нас идет блок магмы, он занимает пол процента. Это 1 триллион 275 миллиардов. Не стоит забывать также о светящейся пыли, которая занимает 0,4% от всех блоков. Это чуть больше 1 триллиона. На последнем месте у нас все остальные блоки, такие как гравий, адский камень и так далее. Всего каких-то там 255 миллиардов. С этим вроде бы закончили. Как вы знаете, 1 блок в Нижнем мире равен 8 блокам на поверхности. Чтобы проверить и узнать уж наверняка, давайте перенесем нашего персонажа на координаты 1000х и 1000z. Создадим там портал и попробуем попасть в верхний мир. Если все верно подсчитать, то мы должны появиться на координатах x и z 8000. Плюс-минус 30 блоков. Как видите, у нас это получилось. С этого эксперимента мы смогли понять, что наша фигура перемещается в 8 раз быстрее в Нижнем мире, нежели на поверхности. Соответственно, 100 блоков в Верхнем мире равно 12,5 блокам в Нижнем мире. Для того, чтобы вам было наглядно видно, с какой скоростью должен будет двигаться Стив в мире, где сияет солнце, чтобы сравнить ее со скоростью Стива в Нижнем мире, я приготовил для вас ролик. С прошлого видео мы узнали о том, насколько же большой мир Майнкрафта. Вы могли узнать, что он имеет размеры 60 миллионов блоков, как в ширину, так и в длину. Если не смотрели, советую нажать на подсказку в правом верхнем углу. С предыдущего эксперимента мы узнали, что Нижний мир в 8 раз меньше Зеленого мира. Соответственно, размеры Ада 7,5 миллионов блоков в длину и ширину. Если мы захотим телепортироваться в конец карты на самый последний блок, будет ли там граница мира? Ведь в Верхнем мире граница есть. Давайте это проверим. Как бы странно это не было, но границы нет. Мы можем с легкостью преодолеть этот блок и гулять дальше, добывать ресурсы, плавать в лаве. Стоп! Если мы умножим 3 миллиона 750 тысяч на 8, то это получится 30 миллионов. А это значит, что мы должны были преодолеть барьер в Верхнем мире. Так ли это? Давайте проверим. К сожалению, этого у нас не получилось сделать. Мы появились прямо перед барьером. Но если это не граница Ада, то где она находится? Существует ли она вообще? Как оказалось, граница в Нижнем мире, так же как и в обычном, находится на 30 миллионном блоке. Все, что за этой границей, это блоки духи, через которые мы сможем спокойно пролетать. У них нет физической оболочки, только визуальная. Мобы здесь не хотят появляться, так же как и адские крепости. Все, что мы можем здесь найти, это лава, адский камень, гравий, кварцевая руда и светящийся камень. Что будет, если мы создадим портал возле границы Адского мира? Сможем ли мы попасть на 240 миллионный блок? Я вас разочарую, но к моему большому сожалению, портал почему-то не хочет нас телепортировать дальше, чем 30 миллионный блок. Нижний мир состоит из двух частей. Первая часть, это та часть, которую мы с легкостью можем исследовать, без каких-либо проблем. Вторая часть, это скажем так, верхний мир, который находится над коренной породой. К сожалению, без использования багов или читов, попасть туда почти невозможно. Но если вам все же удалось, то не спешите расстраиваться. Чтобы выбраться оттуда, вам понадобится создать портал, и вы с легкостью сможете попасть в верхний мир. Ад полностью окружен блоками духов. Но что находится за ними? Может там есть другой мир? Есть ли там настоящая граница? Будем ли мы лететь бесконечно, или же наткнемся на еще один загадочный мир? Этого мы пока не сможем узнать. Возможно в будущем. Но это не точно. На этом все. Дайте мне знать, понравилось вам или нет. Хотите ли вы подобных роликов? Расскажите про меня своим друзьям, им тоже будет интересно узнать что-то новое. Привет! Меня зовут Неркин, и помните, что мы открываем Майнкрафт по-новому. Еще услышимся! Продолжение следует... Продолжение следует...